И нужен вот какой-то дамагер, который прям идет вперед такой, ух, и Мус вообще сделает всю уральскую команду. Керри, нужен керри. Керри, да, керри нужен. У нас получается, что Лина будет на мид-позиции находиться в исполнении СТВ. На оффлейне там с передберреком с андайингом, Лайон суппортит, как раз какому-то керри будет. Джаггернаута забанили, Минески не хотят против него играть. Там до этого еще улетал балл антимаггер, а Коптер. Эти героев и Хомы взять не смогут. А что смогут? Что дискруто? Ренж, 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 ренж дамагер. Против Эмберспирта в последнее время очень хорошо заезжал Бон Флэйча. Его как-то совсем забыли, что есть такой герой, но когда он играл на тех же квалификациях, он делал очень много. Но и Хомы, мы видим, что-то не совсем поплыли. Взяли Кора, который будет актуален только тогда, когда у него будет Аганим и плюс еще один артефакт на демэш. И какой-то решили такую полупуш устроить своими кастерами. А вот Фантом Лансер. Фантом Лансер разносит здесь все. Если, не дай бог, он одевается, то Ихомы не знают, что с ним делать. Но, с другой стороны, жадность. Невероятная жадность в виде Эмберспирита и Фантом Лансера. То есть два таких ярко выраженных кор-героя, которые на ранней стадии игры делают абсолютно ничего. Ихомы можно давить? Да, можно. У них герои не такие уж сильно жадные. У них спиритбрекер Лин и Леон, которые просто идут и собирают свои левела, убивают всех и вся. Довольно интересна должна быть игра пики. Мне очень нравятся пики. С одной стороны, довольно активные. С другой стороны, герои, которые в исполнении Минески проявляют себя с наилучшей стороны. Будет на что посмотреть, я уверен. Напомню также, что в параллельной встрече у нас такой же матч, такой же десайдер-матч. Кто там играет, не в курсе? Там играют Ньюби Янг против Клауд Найн. Ньюби Янг против Клауд Найн. Да, только нужно смотреть. Я вышел, посмотрел на студию Аналитику, как они смотрели этот матч. Там довольно-таки смешная ситуация. 35-й минута, счет... 10 на 15 или там 10 на 5, я уже не помню. Ну, короче, мало киллов было сделано. И просто такое гробовое молчание, как будто кого-то похоронили и Вертуса там до сих пор сидят. So boring, да. Молчание обдоминает. Ладно, игра на старту и давайте знакомиться, собственно, с игроками. Итак, Эхоум как аут уже на ТП-шке пришел на Спиритбрекере, мешает ставить варту, поставить собственный вардец. Ланэм будет суппортить на лайне, Лчикен будет стоять в миду на линии, товарищ. А, вот, Элевен, да, будет играть у нас на Undying, он, собственно, тоже теперь Old Eleven, но и Сетевая взял себе все-таки винрейнджер. И команда Миннески, Рейджинг Потета у нас забирает Эмбер Спирита, Райер будет хардить на Dark City, Джесси Ваш на Тасики, Ку-Ку Фантом Лансер и Джульс на Дазли. Да. И вот те самые пробеги уже у нас прошли, варды проставлены той-другой команды, примерно симметрично, так относительно центра карты, да, получается по одному варду на руне и по одному варду на оффлейне. Такие вот расклады. Ну и неужели обе команды будут контролить одну руну, нижнюю? И смотри, там Миннески собираются чуть ли не полным составом, накидывают уже Аэншеллы. Без Зомбаря, без Зомбаря здесь будет драться очень тяжко. Слишком тонкий герой, Юхом. Лина один армор, ВРК один армор, разве что братру может много, чем помочь команде, но пока им выходить на эту руну очень опасно, нужно отдавать. Там уже два Аэншелла есть, туда вообще нельзя ввязываться, понимают, что Юхом слишком сильно не подставляется, но Сноубол уже пошел. В Сноуболе также прилетает еще товарищ Тазл, пробивает немножечко КАК, КАК, конечно, самый плотный из всех персонажей, что есть Юхом в данный момент, но он срадает от нюков, залетает Спирит Лэнс. И Шекл не связывает, КАК замедляет, Сиперзблот. Нормально. Вот он тот самый парень на тасике, который делает чудеса. Очень уверенный выход, ребят, показали. То есть, казалось бы, ну, можно так вот, да, ты выходишь на эту руну, ты никого там не видишь, может быть, можешь отступить, если увидишь там своих противников, но вот Тазик, он обладает такой потрясающей возможностью брать кого-то в себя и очень быстро до противника перемещаться. Пока Минески месит еще, нападает на сетевая, которая вкачал пауэршот, и он тоже погиб. Да, Минески прям в ударе. Прям вообще круто все делает, они реально видели, что Шекл шот был уже вкастован разочек от ВР, она первого уровня до сих пор, поэтому можно было ее за это наказывать, и наказали. И снова подключение Тускара, Джесси Вош, 1-0-1, красавчик. Еще такой есть неприятный момент, то, что не сможет ВР-чка вдвоем с Бариком стоять и как-то кейс с адекватом, потому что мы видим, что в очередной раз влетает Тасик в шарики, подходит Фантом Лансер, ну, получает небольшую связочку, хотят добить ее, добить ее, хотят серьезно, вы что, пошутили, ребята, 5 минуты, лезть по Т1 Тавер и размен 1 в 1. Да, и дракта немножко продолжается, как он немножко подзажался, пробили с руки, но он уйдет, и 5-10 броней. Да, но настолько агрессоры эти минески, они реально какие-то жуткие типы, мне страшно смотреть, как они играют, потому что они просто идут ее уничтожать на первых левелах, гнобят. Ну, выше всяких похвал, конечно, пока их действия. В этом моменте, может быть, не так круто все получилось, как хотелось бы, но, тем не менее, один на один они разменялись, что уже, в принципе, тоже неплохо. Ну, и про другие линии стоит тоже сказать отдельно, Лина здесь от Алл Чикина, имеет крипстат 11 на 4, у Рейджинг Патета тем временем 4 на 0, как и ожидалось, Лина свою линию будет выигрывать, если Эмбер Спирит поддержку не получит. А Тускар уже здесь, он может помочь. Пока мы видим то, что Эмбер Спирит может потерпеть, такая неприятная ситуация, наверное, Лина это вообще один из лучших хантовиков, который способен его прогонять, потому что есть два нюка, который почти в любой ситуации моментально сбивает ему флэйм Гвард, так что здесь Рейджинг Патета вообще не знает. Хороший был бы вариант отправить на мид Дарксира, а Эмбер Спирит и наверх, тогда были бы хоть какие-то шансы нормально стоять, потому что крипстат высокий, высокий у Лина. Я смотрю, и он дайвинг, там Дарксира тоже неплохо гоняет, у него КС выше, чем у ДС, да, на двух соло позициях, скажем так, и Хом держится очень здорово. Нифига себе там крипстат у он дайвинг. Я тоже смотрю, в шоке просто. Он вообще что ли ни одного крипа не добил, этот Дарксир? Да, ни одного крипа не добил, то есть смотри, что творит он дайвинг, он добивает большую часть крипов, у него 9 на 1. 10, ничего себе, вот тут Олд Сэм показывает уровень-то. Добрался до своего героя. Да, два Олда таких старых, да, один старый 11, а второй старый и курица. И они оба молодых-то неплохо пинают. Он у него Нолчикина заход в миду, Айшардс неточный от Тускара, не зажимает путь. И на развороте Сан Атлины, там же Спирит Брэк и разгон взял на Джесси Бош, убивает, прокаст, отличный минус делают ребята из их Олм, и вынужден вот эта вот агрессивная картошка отступать. Отличный путь сейф от КК, видя то, что снизу в принципе два ранжа, как мы видим, ну более-менее справляются, очень тяжело забирать лансера, который почти при любой непонятной ситуации жмет доппель Гангер Аут. И в таком случае лучше уж сосредоточить свои силы на Эммер Спирити, который по-прежнему не шестой, и забрать его через танчик вполне возможно. Да, пока все так происходит. Ну, начало бодрое. Что уже можно сказать, что и Хомми Нески нас точно не разочарует своими играми, а это самое главное. Ну вот сетевая снизу 7 на 4, где-то таки вставляют его в покое, нет бешеного Тускара, поэтому ему получается добивать крепочков, даже каких-то делают отвод. Но злосчастный Тускар снова подоспел на нижнюю линию, правда по варду пробежался, его было прекрасно видно, но это не отменяет того факта, что он внезапно может выехать и убить кого-то. Блин, побежал, побежал, куда-то на миг побежал. Вообще, еще есть! Ой-ой-ой, какая хорошая руна для Тускара. Может получиться. Тут каравка пока двигается вниз, вот как раз сейчас посмотрим, как Фантом Лансер справится. Ну-ка. Не отступил. Просто Дазл с Фантом Лансером не чувствует страха на этой линии. Лансер в Харде имеет 17 на 1, когда кэрри ВРка, а черная, кстати, кэрри ВРка имеет 10 на 4. Как-то полюбился всем этот герой, не знаю, откуда это появилось, но пока что-то не заходит. Кто бы не играл вообще на ней. Единственное, только там со Слордаром у них какие-то такие муты хорошие выходят. Но только если она была на миде, то есть разница огромная. Ну так. Лансер пока не чувствует опасности. И выход на мид. Лансер немножко пробили, Лина подхилилась, разменивает по ХП Эмбер Спирит. Ну вот раз за разом Спирит Брекер добегает, казалось бы, до Целин, тут же приостанавливает свое движение в сторону противника. Не оценивает свои возможности положительные, скажем так, в своих заходах. Девардинг идет аккуратненько пока. Кома лишь продолжает фармить. Амберингу что-то надоело стоять на топе. А, МП закончилось. И ХП тоже маловато. Решил ДСа теперь в соло оставить. Но все же, как ни крути, как Бандайник поначалу не гнобил этого самого ДСа. Ай, Аншелы против Милишника. Это все равно очень здорово. А там Сетивай. Сетивай может подставить. Ай, шар залетает. Зажимают его. Сетивай не знает, как выйти. Даже под Винраном его иллюзии просто там остановили. И зажимает, добивает Сетивай. Верочка падает во второй раз уже. Неприятно-то как. Больно. Сетивай подвал своего корлиша. Олд Чикен. Точнее, Олд Элевен. Который вообще пофиг. Так пофиг ланзеру. Это Олд Элевена врывается на него всей толпой. Старается пробить. И может даже получится, да. Но он чуть не развалил их один. Ты посмотри, как мало ХП у них осталось. И ланзер, ничего себе, еще так быстренько на развороте забрал тамбу. И сейчас Ехом вообще не понимает, что происходит. То есть каким-то образом Минески заваливаются в хард. Начинают втроем убивать, не знаю, Верку. Потом зомбаря, который пришел с харды. Чуть не самые высокие левелы их команды. И его не почувствовали. Вот когда ты видишь, что зомби так не чувствуют. Но осталось еще Олд Чикена позвать. Может быть тогда получится прожать. Ты понимаешь, насколько все плохо у Ехома, что даже Сетивай пошел на топ стоять против ДСа. Вниз ушел ондайк. Они свапаются линиями всеми возможными способами. Они реально паникуют сейчас. Это просто паника. Как быть и что делать? Ну вот сейчас можно подцепить Эммер Спирита. Кстати говоря, одна смерть у него уже есть. Станчик Хекс. И есть Ремнанты уже у Рейджи. Потейта демеджа не хватило и он поживает. И спасается здесь. Слушай, на топ перемещается Фантом Лансер. Там же Тускар, та же по Инвизам. И он с Шелом. Так, так, так можно. Тасик пошел. Тасик вообще, смотри, плеймейкер этой команды. То есть как бы вот Вертусака говорили, Тасик, 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 Суппорт, Суппорт просто бегает и не прощает всю команду. И мы видим, что пока он сделал вообще все киллы своей команды. Один, два, четыре и навел очень много шороху. Стоит в позиции. Преследует Сетевая. Сетевая не хочет вообще подходить. Но вот это, конечно, это уже не знаю. Это Вертусака больше не керри, а хардовую, которая что-то там стоит, откидывается своим пауэршотами. Легкую линию оставили для керри зомбаря. Как бы спечная ситуация. И нападают на Сетевая. На него напали, при этом очень хорошо блочит Куку его иллюзиями. Доджат шейклшот. И Сетевая погиб еще раз. Виндрэнджер 0-3-0. Правый Минески. Уже даже не хардовая какая-то Вертусака 7-суппорт. Уже, да, Верка, если что-то так подумать, то она, в принципе, уже двигается в эту сторону, потому что некоторые герои начинают ее обгонять. И нужно... Ну, ты знаешь, почему? Где помощь Верке? Где помощь? Почему ноль помощи для Верки? У нас Лина забирает Даззла. Помощь, оказывается, для Лины. Но у Лины не так все хорошо. Она стоит на миде. У нее топовый нетворс. Она имеет 4000 голды. И все замечательно. Нужно помочь своему герою, ну, своему кору. Да, как не крути. Все-таки числится в Майнкере именно Сетевая на Верке. Не Лина. Лина, конечно, кор-герой. И помощь, это прикольно для нее. Но вот Верка, что не фармит, это плохо. На Терене залетают. Краски Сноупол. На Лучикина пасли. Есть. Старается как-то помочь с помощью всяких станчиков. И неужели она уйдет? Ку-ку. Лоу-ХП. Топов успевает заюзать. Ныряет он дальше. Следом Спирит Лед достает на Лучикина. Эмпер Спирит там же забирает Лину. А выживает Ку-ку в результате. Можно разворотить, подраться? Нет. Подкоп под Джесси Вошу. Сетювающий Шейкл дал, Джесси Вошу должен погибать. Это размен один по один. Но Фантом Ланцер-то не убили. Алина погибла. А размен-то плюс Минески получается. Пожестный размен. Умудрились подраться. Заработали почти 700 голды за эту драку. И главный кор погиб. Сейчас могут Ланцера попробовать забыть. Но коров кир. Есть допл. Ну, шансов мало. Оп. Оп. И вот больше борту не делать ничего. Противоподобного. Даже не стал давать урну в Шадоус. Снал, что не добьет. Так, ну давайте посмотрим на графики. Графики у нас показывают, что примерно все ровно. Где-то периодически Минески там сильно отрываются от оппонента. Потом тут же сокращается этот самый разрыв. Но в целом, на данную секунду пока все более-менее ок. Единственное, что смущает, это вот Фантом Ланцер, который имеет КДА-403 на девятой минуте. Это очень смущает. И есть у него готовая Квила. Второйный Творк на карте. Первый в своей команде. Тебя тоже смущает. Он такой активный Ланцер. Он, короче, купил себе боты Лаквил и понимает, что в этой игре будет очень много беготни. То есть не получится как-то стоять на одной линии, потому что зомби... Ну, зомби хорошо прогоняют, в принципе, любых противников. И за счет этого мы берем такой супер мобильный билд, где ты бегаешь, напал, подрался, напал, подрался. Потом пошел, забрал руну, потом снова подрался. И при этом его очень тяжело забирать. То есть пока Ланцер, он, ну, такой нормальную движуху создает, и у него все очень хорошо. Топ-топ, два на Творк своей команды. И вот выходит наверх. Зомбарь в позиции. Барик в позиции. Так, ВРочка. Уже и хардовик, и кэри на одной линии. То есть не самая здоровая ситуация. И нужно пробовать забрать Фантом Ланцера. А Фантом Ланцера очень плотно спамит. Да, я что-то как-то уверен в себе. Этот ку-ку у него ПТ носил, думает, что все переживет. И мы на несколько сделали сейчас очень грамотный вух. Они понимают, что нефиг там сейчас бегать за ВР, которые тут сейвят и Барик, и тот же Зомбарь. И просто идут с макей, делают выход вниз. Может быть, получится забрать Ллчикина. Ну-ка. Ищет, ищет. Не видит Ллчикина? Барик спалился Дарксера на варде. Спалился на варде. Так, Фантом Ланцер там убивает. Умирает Фантом Ланцер, Фантом Ланцер пытается уйти. Нет, умирает Фантом Ланцер. Здесь цепляете временем Лину, и Лину тоже будут набить. Минус керри на керри. Ну, кора на кора. Ну, Лансер будет по... Ну, короче, смерть Лины будет пожестче. Лансер, мы видим, он так имеет меньшин курс. Еще развели на ТП товарища. Леон был вынужден улететь себе на базу, и Тавер остался без защиты. Тавер тоже можно спокойно забрать. Да, вот приплюсовав все это, суммировав за последние 30 секунд, что произошло. Простительно, плюс для Минески получается. А там-то, ребята, языком не имеет возможности быстро тамбор забрать. Более того, пошли сейф ТПшки, Минески здесь будут навязывать какую-то борьбу. Сейчас, главное, переагрик типов. То есть, вот прилетел у нас Ку-Ку-Ку, сначала проверил, есть ли кто-то здесь из врагов. Мы видим, коровка с зомби подтягивается. Там Азерстрайк имеется, там же хватает контроля. Дупельгангер. Дупельгангер, иллюзи, 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 иллюзи. Боттл, он чуть раз остается, смотри, вводит в смуту противника, но нет, слишком мало ХП. Не разгадал своих противников. Не разбил, да, и погибает, как говоря, смерть фотомансера уже вторая подряд. Получается не очень круто. Бегает он, конечно, без команды, как-то пытается в соул, что придумать. Здорово, заныкались. То есть, вот если бы он не забежал в этот лес, а стоял как-то, не знаю, на открытой местности, там его взять было почти нереально. Но вот здесь вот очень хорошо получилось, то, что он увидел двух героев, не до конца среагировал, может быть, мы будем их принимать, может быть, сейчас кто-то прилетит с ТП, мы будем убивать. И в итоге Верочка его спокойно привязала. Да, Дизейба действительно хватило контроля какового. Так, а что у нас получается? Получается, что топовая Лина, а потом три героя Минески, и Верка где-то, где-то там, вот, пытается нагнать. Есть у него Sage Mask, 1300 голды, сетивай. Хочет, так понимаю, выйти во что? В Silence? Или как? Что он будет покупать в Sage Mask? Silence, наверное. Пока не ясно, на чем. На что? Ну, не ее уже. Ну, Базильку можно взять, Базилька-то на команду. Как без Базильки-то? Базилька. Ну, когда посмотрим, где у нас Базилька, есть вообще в команде Базилька или нет? Так, Базилиуса нет. Ну, видишь, какое расследование. Ну, то есть, сейчас непонятно. Сам, наверное, сетивай не понимает, что он берет. Он, видимо, взял Sage Mask вместо Батла. То есть, есть у нас уже бот у Лины, она может спокойно большую часть крипов забирать. Ну, и те же руны спокойно для себя брать. А Верочка, она у Сизи Лейна. То есть, естественно, раз уж руны заняты, то в это время нужно как-то своими ресурсами стараться. Там, в конце времени под смоками пошли Минески. Есть вапсервер, такой наглый, агрессивный вард. И Ланема здесь, конечно, не простят. Ланем. Станчик. Не, не, Станчик. Ланема забрали. С Дизейпой просто убили. Да, хороший выпад получился. Главное, подкрепить чем-то. Подпушить нижнюю линию, может быть. Нет, уходит. Опять кто куда. Пока выходит на лансера. Мы видим то, что Сетивай очень хорошо и сейчас его пауэршотами пробивает и, видимо, готовит его к тому, чтобы можно было с Барриком забрать. Перед Баррикер уже рядышком. Так, ну ку-ку. Ага, вот так внезапно шеклэшот залетает Джулс и Незерстрайк без шансов для Даззла. Тоже самая комбинация, которую недавно убивали фантом лансера, приговорили сейчас Даззлеевича. Отличная реакция сетевая. То есть лансера увидели и поняли, что его не взять, а вот Даззл это приятный такой плюсик. Иулчик появляется в терении Молчикина. Ну вот еще один способ как-то потом ловить впоследствии Эмбер Спирит, потому что потом лансера не отпускали, например. Не забываем, что есть еще Эмбер. Да, вот он на карте. В общем-то имеет барабаны. И там ставит стенку, сразу же стяжку под стенку, Сноупол туда, Спирит Лэнс. Как же Минески копирует свои способности, мифантастика. Вот это да, вот это разыграно. Как по нотам. И Молчикина также будут ловить, Спирит Лэнс пытается им-то помочь ВР, но без шансов. Невероятное исполнение. Эти звери филиппинские. Они наводят страх. Такое ощущение, что там каждый отыграл, такое ощущение, что они эти комбинации отыграли уже там сотню раз, и они вообще не ломаются в плане принятия решений. Нашел трассик Ленчика. А, Чарльз, не самый удачный, но Сноупол. Нет, эти ребята идут до конца, они вообще не отступают, то есть ни в коем случае не комплексуют и спокойно забирают. Пиной Дота без Дота. Что они делают? Они просто громят и хомов уже по Тир-2 на 15-й минуте. Как они это делают? Они делаются красиво. Самую пору сейчас чат заспамить с этим самым словом красиво, потому что реально выглядит очень красиво. Да, и вот так вот они отыграли порядка двух тысяч монет за последние несколько минут, и дальше пытаются снести еще Тавр, подвязали Антайминга, Спиридбрейкер всех растолкал, Лина Стан, неудачный Незерстрайк. Кого? О, а вот внезапно в раю. Лагуна, есть Логрейп, отлично, также по таймингу. Дальше Лина, его удала. Стан по таймингу, был под хил, но слишком сильный демэдж залетает, и Денеджер с ПВ-шотом делает этот килл. Ну, вот хотя бы так, хотя бы одного героя за Тавр, убили. Он сейчас еще и в ответочку-то разобрать. Нет, фокус файра. Не кончался, удивительно, кстати, фокус файра нет. Ну, единечку взять там. Ну, да, чуть как-то стаденько. Ну, он еще без гадим, конечно, правда, но тем не менее, можно. Снова подвязка, по двоим. Джесси Вош, Айшардс, хороший. Но продолжения нет. Без Дарксира не хотят. Незерстрайки, помимо того, что они вот так вот так наиграют, можно уделить внимание, то, какие артефакты они собирают. То есть, если взлютный Эмберспирит, то это не этот Эмберспирит, который фармит себе Травелла, Ферстайтем, или может быть Баттлфури, собирается там пойти пофармить 15-20 минут, и потом, ребята, ждите меня, нет, он наоборот такой активный паренек. Берет себе файзы, чтобы более нарезать, и можно было какую-то дэмэдж, там, сурки выдавать. Следуя этим, барабанчики, которые идеально заходят под, ну, такой общий сетап. И пока Минески, вот, ну, своими Эмбилдами на активность, они просто поражают. Есть все необходимое. Да, действительно так, все, они собрали для того, чтобы драться прямо здесь, сейчас, быть сильнее своего противника, и это пока действительно работает. Ну, если просто взглянуть так, на Эмбилды и Хомов, тех же самых, Мекки, нет, до сих пор недособранная, играние Мастевая, Ланэм пустой, АКК тоже с одним урном в Шадоус, только Мэджик Монт, Алл Чикен, Еул выформил, это единственный, самый, наверное, сильный артефакт в данный момент в составе Хомов. Слово, ладно, все выглядит. Но 13-9, счет еще не сказать, что какой-то разгромный, просто мы за эти 17 минут больше активности, больше красивых моментов увидели со стороны Минески, и это радует. Да, Лансер нас найдет, у нас быстренько фармить, все-таки есть у него для этого абсолютно все, очень хорошо он сейчас убивает лесных крипов, но и при этом Минески сами уходят свои леса и начинает их слегка подфармивать. То есть теперь начинается другая стадия, где Эмбер Спирит будет рад быстренько зафармить свою Баттл Фурии и нужно какое-то время для вот этого пространства. А Ехомы, у них сейчас тайминг, то есть Зомбар вынес уже Мекку, плюс есть также Аркан Тапочки, появляется Смог у Ленчика и они готовы идти, пробовать убивать. Да, вот может быть еще буквально 400 монет дождаться с сетевая, как появится Аганим. Да, можно, можно еще немного подождать, то есть, да, вот у нас как раз идут крипы по центру, и никто никуда не торопится. В принципе, варды стоят как у одной такой, второй команды, мы видим то, что Минески контролирует нужную часть карты, вот например Лину вид, как она бежит к себе домой, сверху узнает, что никто не войдет в их лес, а при этом еще кучу Сентрейна ставили, интересно, против кого. Варды чекают. Там Департинг Дабл, подка Департинга. А Ехом, они сделали такой защитный билд, правда необычно его видеть, против, ну когда у тебя зомби, и против, там всякие керри в виде Лансера, это просто вот вардец один, вардец второй, и мы вообще не выходим за эту линию, пока не нафармим наше все. Очень сильно боятся. Осторожны. Ну да, при такой же стороне противника тут, невозможно не бояться, скажем так. Но пока действительно, ребята, из Минески немножко приостановили свои такие активные движения, вот пытаются, даже по фантам Лансера появятся диффузы, опа, Сентришник стоял, видно было Сетювайда, крайне Сентришника подвязали, его пытается уйти на ТПаут, неужели удастся это сделать, Сетювайл спасается. Сколько демеджа впитал, ай-яй-яй-яй-яй, не хватило, но грамотно ведь разводили на Сентришник Минески. Эх. Не получилось. Слишком жирный оказался, Вырочка. Не вам. Так, ну ладно, не пошло, не пошло. Но в любом случае, диффузы появляются у Фантом Лансера, Рейджинг Потейто у нас имеет персик. Скоро будет уже и Баттлфури. Но вот еще интересно то, что КК, КК, который стоял на линии сверху, он, по-моему, стоял уже последние так минуты три, и по-быстреньку нафармил себе Мидас, который вот у него вот уже есть, есть также нападает на Дарксиро, но в последний момент передумал, но успел закупиться, Браво, КК. Очень хорошая игра. Да. Все. В таких моментах не обламывается. И Айшард, боже, они Алтелевен. О, это тот самый, это тот самый Тускар, какой малайзийский, или филипинский, я не знаю, но он знает, походу все точки. Все точки зрения, ты врывается в лину, которая у нас под ударом, нужно срочно чем-то помочь, старается убить Патетта, но Патетт Север, может быть, подходит Дарксиро, нету вакуума, у вакуума 2 секунды, нужно ждать, и в итоге сейчас он сможет всех поубивать, но мы видим то, что Лансит, в принципе, без него прекрасно справляется. Фантастически играет Минески, боже, этот чудо-дазл от двух ультимейтов и хом, от Лины и Елена, спас его, Амберспирит, дал Шалугрейв, да, потом Лина, конечно, добила, последние тылочки, но в результате пока это все происходило, и Минески убили четверых, но фантастика. В очередной раз просто хлопаем в ладоши и радуемся тому, что происходит на карте. Красивая игра. 17-10 счет, было выиграно, там, порядка 1000 монет Минески, по графикам они впереди на полторы, сейчас где-то около 2 будет. Это много, да, по экспертам, по экспертаме довольно-таки сильно лидирует. Да, и в целом тенденция такова, что Минески прямо настраиваются только на победу в этой карте. Ну, они вообще настроены, видимо, то, что Ехомы проиграли CDC, тут у нас супер хорошо, учитывая то, что Ехомы проиграли CDC 2.0, то у них может быть такое, что немножечко мораль подкосилась, потому что они как-то проиграли там даже без идей в последней игре. А Минески, как мы видели, обыграли Alliance, и это им прямо прибавило довольно-таки большого заряда, так что пока мы видим то, что Ехомы не в своей тарелке, им нужно срочно что-то думать, какой-то план на игру. Ну, да. Вообще, конечно, если так подумать, Минески, вот как организация, как команда вообще представителей Южноазиатского региона, никогда на ланах особо сильно не блистали, то есть они были отобраны на Старладдер, переезжали, они были на саммитинг, занимали там одно из последних мест, постоянно им чего-то на ланах не хватало, и вот может быть мейджор станет тем ивентом, на которых они показывают самый крутой результат. Да, может быть, то есть напомню то, что они, по-моему, ездили на Наньянг в последнее время, и там очень много практики для себя набрали, и вот благодаря тому, что сейчас очень много ланов у нас имеются, и прочие турниры стараются делать, то они получают очень хороший опыт, в результате чего, как мы видим, ребятки нормально играют. Да, вообще неплохо так, щемят они вот этих вот Ихом, которые были грозой китайской доты до начала этого мейджора. Интересно, и напомню, дорогие друзья, что победитель вот конкретно этого матча будет минимум топ-12 мейджора. Минимум. Минимум. Минимум топ-12. Да? Да. Оу. И расклады. А сколько дают, не знаешь, нет? Тридцатка, что ли? Тридцатку? Ох так, вышел из группы, тридцатку заработал. Раньше тридцатка, это был общий призовый фонд, из которого, да, на три дисциплины. Ну, хорошо, хорошо. Ну да, я могу ошибаться в цифрах, точнее, можете посмотреть, где-то на Team Liquid, в целом сайте, но тем не менее, тем не менее, точно в призах, скажем так. В 6-й команды в призах, мейджор. 16-е место получают. Даже комментаторы в призах получают. Ну, наши призы, конечно, не с разыгроками, но тем не менее. Ладно, у нас пока мы немножечко тут полфтопили, ничего особо сильного резного не происходило. 23-я минута, прежнему счет 17-10, ребята просто формят. Успокоилась игра в Минески, потому что осталось буквально чуть-чуть для Ember Spirit, осталось ему нафарм буквально 400 голды, и будет Battle Fury, с которым он может идти в замес и показывать, что такое ДПС для команды противника. Ну и раз уж такие дела, как мы видим, Егомы пользуются тем, что Минески еще не готовы сражаться, идут так вот аккуратненько, организованно пушить Т1 Tower. Правда, пластный момент сверху. Он так все в Мекке пушит. Нерешительно, они в итоге зашли. Бояцкий. Вот, вот, Потейта, вот, можно убить. А там Лина, сын Виза, хотела, уже хотела. И он прям в последний момент ушел. Ничего себе. Вот это такое ощущение, что какой-то кураж ему везет, то есть ты начинаешь ждет, и у тебя вообще все получается. Чу-ка. Что-то пришло тебе в голову, да, ну, лечу-ка я от этого Таура, или, знаешь, так просто подойду, разведу и развел уже. Два типа сделал ЛТП, убежал фармить свой лес, и по Нетворце мы видим то, что продолжается отрыв. Уже 3 тысячи голды и 5 тысячи экспы. Да, ну, прикинь, такой, стоишь, стоишь, фармишь, ты думаешь, а вот вдруг сейчас будет Лина с Инвизом? Нет, что-то плейд. А вдруг Лина с Инвизом? Ну да, надо перестраховаться. Ты ушел. Кстати, Лина покупает себе БКБ. Вот такой вот интересный билд, не хочет стоять под нюками многочисленными, хочется просто раскастоваться и стоять, жить самое главное, бить с руки очень сильно. какой-то более защитный билд получается на Линах. А на Лине, зачастую мы видели последние айтем билды какие, то есть это там, ну, Йол обязательно, Аганимы, Шадо Блэд, что-то бегает, Линн убивает, а здесь вот БКБ вторым айтемом. Интересно. Не такой легкий ОЛН, то есть, если сейчас за ближайшие 5 драк не перевернешь, то потом вот этот БКБ будет, ну, так, средний толк, когда 5 секунд. Да, есть такое. И вот он, тот самый БФ у Имбер Спирита, не так много. Но торопиться им вообще не надо, то есть, если посмотреть на Летгейм, то, как я и говорил в начале, Даззл 1 убивает вообще весь пик Ихомов, то есть тут, как бы вы не напали, как бы там корова не забивала, Верка не фокусировала, и Лина не лагунировала, все равно кидается Грейв, и ты спасаешься почти в любой ситуации. То есть, мало того, что там кидается Грейв, тебя может еще в любой момент спасти и Таск, и фактически все будет идти в замес 5 на 5. А в 5 на 5 у Минески просто невероятная комбай. Это Дарксир, что стягивает, Тусик там кидает шарды, которые очень сильно мешают Корове, Зомбарю, ну и Лине, которая не может уйти. Вот Фурсав было бы здорово кому-то из команды Ихомов купить. Лансер, вообще без вариантов тут АОЕ, кот наплакал, не знаю, Стан Лины, Стан Леона, все АОЕ, которые находятся. И решили попробовать Ихомов загангать, потом Лансер. А Сноупол, опять Сейвит, Дарксир здесь стягивает под стенку, как он-то классно сделал, но Расказ Фраев сливает его моментально. И теперь Джесси Вош вместе с Фатом Мальсером и Ембер Спиритом будут расплатывать. Ихомов уже минус 3 сделали, стоит Лина, пока Бэй закончился, можно и ловить. Два чина, отлично, по двум героям. Валдресс патчет уже минус 4, Сити Вай тоже будет падать, минус 5, это трипл кел на Эджик Паттейта, как заиграют эти ребята. Фантастика. Ну вот то, что и говорилось буквально минуту назад, это невероятная комба. В кого бы вы не напали, Тасик его сейвит. Боже мой, бешеный Таск, суппорт, а сколько пользы он делает, я не знаю, почти весь... Он весь игру сделал, весь early game сделал, да, и весь замес сейчас еще сделал. Ну и после того, как все герои открылись, Дарксир такое на это дело смотрит, говорит Эмбер Спириту, ну что, поехали, да. И комбинация просто невероятная. Так, волшебно все исполнили эти минески и сразу же идут забирать Рошана. Много денег, много экспириенса, слава, женщины, все ним, деньги, это все для минески сейчас, потому что они реально в этой карте делают все, что хотят. Ну и вот остается добивать Рошана, продать этот фантом ланцер, нужна помощь какая-же. Нужна какая-то помощь, да, он его точно не убьет. Медалька нужна, медалька где-то собрал еще дабык. Далечку. Ну вот с Мекой приходит Торич Раю. Кристаллиц уже появляется Эмбер Спирита сразу после драки. Мантра Стайл котового фантом ланцера и Аегис также в инвентарь к нему попал. Так, Эхоум, что делать? Ну, теперь идти в мегалейт, как многие любят говорить. То есть, ну вот на такой стадии есть небольшая проблемка, то что, ну реально очень тяжело бороться с союзами и нужно начинать покупать арты, которые помогают это сделать. То есть, какой-нибудь Майл Шторм, сейчас, как он называется, в последнее время помню, что говорит так. Ау, Майл Стром, вот, Майл Стром на Виндрэнджер, там какой-нибудь Майл Стром на Лину, не знаю, еще какой-нибудь Майл Стром и хоть как-то можно будет молниями эти иллюзии запилить. Не знаю, по-другому не вижу победы. Ну да, да, как остались фото-малансеры? О, нашли хорошие стаки, наверное, что-то, ну сделали, соответственно, и сразу же пытаются их забрать. Танч, ну азамбарь, представь, что это все иллюзии ланцера, то есть, вот там, все вот эти вот юниты, это иллюзии ланцера, и вот так вот они будут убивать. Одну, что-то убил, вторую, убил третью, убил четвертую, а там еще опыт 5000 штук появился. Чудан Данг не отъехал давно тут. Ну, вроде, справляет, остались самые вкусные, тут еще из больших до кончики, ящерицы. Аминаски все прекрасно понимает, что не надо откладывать долгий ящик, учитывая то, что мы сейчас очень сильны, есть только одно БКБ на линии, в принципе, ну, ее не стянешь, зато Аталину спокойно дашь по голове, и они пошли, пошли пушить товара. В это время, Алл Чикен все прекрасно понял, он начинает пушить низ, но здесь уже подходит Эмбер Спирит, который не смог его подцепить. Также бежит Дарксир, который может стать Иллину догнать, и... Ну-ка, 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 Алл Чикен. И улечит спасатель. Ну, на БКБ хотя бы развести. Ну, да, да, у него же вакуум есть, он и ждет. Вот, на развороте, стан, прокат, Фрая. Тут кардинг рипс, Рая пока жившая, Экл подвязал и под непонятным углом, но подвязал и убил. Опасно, очень опасно. Подходит сюда Минески, вся команда, врывается, Тасик прыгает на Алл Чикен, Алл Чикен погибает, остается одна варочка, нужно срочно бежать. Выходит Лан Эм, хороший стан, там по Эмбер Спирит, и его моментально забирает, и размен два в два ног. Приходит Фантом Ландер теперь в бой, и он будет гнаться, гнаться за противником. Перед Лэн, Дефуза, Сетивай, Десятра, Винран активирует, только-только отказ, как-то прошел, Дефуза очередный, Сетивай, Шекл, хорошая с иллюзия, минус Сноубол, там Блинг Аут, и будет продолжение, продолжение будет в Андайнго, пока Андайнго сливают очень быстро, другие герои забрать, ребята, из Минески не смогут, но так два в три, вот то, что убили Эмбер Спирит, это, конечно, плюс большой Трейхолм, таки он там довольно много денег имеет, но потеряли трех героев, и снова покибает Лина под боком, 8-секундная осталась, между прочим. Да. Часики тигают, 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 время настает, время кумбэка. Да пора уже, камбэчить Тихома. Пора уже, да. А вот про то, мне еще не надо сказать, он собрал Минесик, и с Минесиком, ну, в принципе, все, можно уже забыть про свои врывы, и просто смело в противника, ну, противника доджить, и просто разве что подсвечивать. То есть, подсветил там какого-нибудь лансера, может быть, Эмбер Спирита, драться здесь не надо, и продолжать стараться реализовывать свой минус. Но, в свою очередь, Минески, они такие агрессии, невероятно, то есть, они подрались, увидели то, как с легкостью они большую часть противника разнесли, и Тасик покупает Владимир. Владимир сейчас делает очень сильный пуш. То есть, мало того, что вы все получаете армор, а у Юхом, там, часть героев, в основном, бьет с руки, это, там, ВРочка, Баррики, и там, там, базовый ряд тоже физ урон, то нападают, нападает истевая, который здесь вообще один. Никаких вардов на его половине карты не отрывается, фантом лазер, и катятся в шарики, истевая проблема, и зомбарь, который решил ему помочь, сейчас будет об этом сожалеть, и горько-горько плакать. Бежать надо. Потому что, минус 2. Нет, не минус 2 живет. Да будет, не отпустят никто, а Нега нет, эскейп, он медленно-медленно перебирает, дает пищик по Солри, байс шар! Ой, Тускар, ну как, так опять! Но Лина разворотит, просто разрядились Тускар. Мне надо доказать, надо доказать, мне кажется, это Лина. Ну ладно, Джесси Ваш, он ворвался, приятно. Ну да, не, ну конечно, Тускар, который цепляет этого, этого и того тоже, Валю, конечно, так пустит дерзость, но при этом, его смерть была в одну секунду БКБ. Самый мудрый член команды Ихом знает, где самое безопасное место. Самое безопасное место, там, где враг находится далеко от своей базы. Это вражеский лес. В итоге Кокар так неплохо забежал, там немножко подфармил, имеет тысячи голды, но как мы видим, Мюннески заставляет его обратно вернуться на базу, и как только он вернулся, они спокойненько отошли. Да, пока как-то драться на хай-граунде не хочется, противник полным составом, да, и Тускарчика, того самого сейвича не хватает, поэтому отошли и будут отпушивать то, что там напушил тот самый КК. Парик уже варты покупает, его переквалифицировали в суппорта. Лан такой, говорит парень, все, сейчас я... Кстати, да, что-то так подумал, 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 а есть выход, аганим на ВД, тут, боже мой, аганим на Лене, вон, аганим на Лене, да. То есть, может быть, только поэтому Баратром покупает варты, и если на Лане аганим на фарме, то неплохо. Это такая утопическая теория. Ну да, то есть, бежит лангстер, куча иллюзий, дал свою ульту, все иллюзии, большая часть иллюзии, погибло, сразу нашел настоящего, Барик ультанул, и минус. Вот так может получиться, это, это, белый свет в конце туннеля, вот. Это очень маленький такой свет, да, еле-еле заметный. есть, надо есть. Да, есть у Ихоум, в общем-то, и всегда есть возможность потом лангстера как-то подвязать наш эклэшот, внезапно циницировать после блинка, того же самого сетевая, разрядить в него лагуну, блейд под аганимом, как-то можно попытаться его быстро запокусить, но в случае, если потом лангстер, вдруг, находит возможность взять добыл, там, там все меняется сразу же. Ну, не знаю, Леон, ну, ладно, сколько ему нужно денег? Много нужно денег? 4 тысячи, сейчас уже тысячи есть, ну, уходи, Хуаджибаре Барикта, вот он забрал его, имплэл, нет, не, вардром хочет пока бэп. Так, эминески пока никуда не двигаются, то есть, такое необычное действие, они продолжают понимать, что большая часть карты за нами, мы видим, то, что большое количество вардов стоит, очень тяжело к ним, там, без какого-то лотарчика или смока, может быть, подойти, и агрессивно пушат вообще все линии, то есть, стоят у нас одновременно, пушат вверх, дазл пушат центр, могут понять, где же находится та самая бригада, которая стоит за их спинами. Смотрю на эти артефакты, жесткие, у исполнениями Нески, потому что это Деедалус, готовый у Рейджик Потейта, это у Фантом Лансера появится сейчас, в Heart of Tarasque, это, это Райо, который сейчас купит Лотусорб, на Тарксирчике, но это прям, Бедя, похоже, и БКБ, что? Ну, такое, от того, что ты живешь, Лансер не умирает, но нужен реально дэмэдж, хоть какой-то. С другой стороны, если вот сейчас вот у него есть БКБ, то, может быть, он будет бояться, может быть, там БКБ, мы не можем его забрать, и тогда Сетивай может, ну, хоть что-то там потом на ДПС купить. Ну, такое, как показывает практика, не особо, БКБшки боялись на линии, все в нее влетали. В всяком случае, это хотя бы спасет от Тускара, тебя хоть не закроют на Сноуболе, не будут держать дизейблей очень долго, там, как-то будешь жить, хоть какой-то дэмэдж внесешь. Иначе, вот, ой, подловили, Лучекин снова БКБ тапаут. Ну, вот так вот БКБ хорошо используется. Того, что пробивает БКБ, есть, но только у одного Тасика, если Тасик никого не нашел, то ты спокойно убегаешь. Вот так можно, да, техника агрессивного фарма. Опа, еще забрал Тасика в ответ. Неплохо, неплохо сыграно. Теперь Шиклшот, Фокус Файер, все получилось. Бежать, 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 за ними оберспирит, понимает, где находится зомбарь, его нужно догонять. И, кстати, может догнать, ну-ка, ну-ка, нагло, очень нагло, за кустик бы, что ли, убежал, потому что, посреди, просто посреди реки, на варде, ну, быстро забрали. Да, вард там все видел, тяжеловато было уйти. 28-16, ну что ж, теперь Минески, я так понимаю, в отсутствие ондайнику пытаются забрать хотя бы Тир-2, идут в сплит, конечно, ребята из The Home, Сетивай, да, у Сетивай даже монет, чтобы можно было тавр убивать. Нет, надо тп-аут, юзать срочно. Спирит Лэнси пошли такие, Волчики нас заставляют его прожать еще раз БКБшку. Ну, это, кстати, будет последний раз, когда у него будет более продолжительный БКБ, дальше только пикунты. Сетивай же, в свою очередь, БКБ еще не тратил. Ну, тавр падает. Ну, что, у нас есть Ланцер, у нас есть Ланцер Дазл, который может захилить агрейвом, и, в целом, Минески готовы просто идти осаждать базу врага. У них это получится довольно-таки здорово. Выходит наверх у нас Ланцер Дазл, понимая то, что последний тавр на их преграде находится сверху, аккуратненько все идем по этой линии и не даем вообще никаких шансов там для Баратрума, ВР-ки, Лина или Лиона попробовать нас взять по одному. Это единственное, что они могут сделать. Угу. Ну, к слову, о Баратруме, да, БКБ сейчас появится. Ну, прям, вот, 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 уже Митрил Хаммер и вот тут прям чуть-чуть осталось. Продать можно урну какую-нибудь там, все-таки. Продай, купи. А, нет, так, нас собирает, ничего продавать не хочется. Ну, вот, 30 секунд досталось до появления Рошана, вот, чего ждали, это Минески, Рошанчик появится, а Егис достанется какого-нибудь Фантом-Мансера, условно, и можно будет разочаровывать противника. Да, еще так приятно подпушили вверх, кому-то из команды Ехом нужно будет обязательно идти отпушивать и в этот момент ты аккуратненько на Рошана зайдешь. Стоят большое количество вардов, прям, вот, чекают свое пространство. Зная то, что Ехомы ничего не видят здесь и при этом отсутствует Вижен вот в этом месте и захватывают пространство. Ну, вот, ждут же, Рейджик Патейта выходит из Рошпита, Рошан сейчас появится сразу после того, как он вышел. Не по таймингу, надо проверить еще разок. Ну, и много времени теряют сейчас, Минески очень много времени теряют. Но, с другой стороны, они ждут. Тише едешь, дальше будешь. Наверх уходит сетевая, которая, кстати, вот уже начинает покупать для себя демеш, это Кристалис. Если попасть по лансеру, можно будет его поражать. И пока ведет себя очень осторожно. Пока у нас сетевая идет наверх и команда думает, а посейвить ли нам его? В это время иллюзии лансера уже пушат центр, забирают еще иллюзии на реке. Будут, боже мой, две жесточайшие иллюзии, у которых по 2700 хп. И самое время пойти навестить Рошика. Такое самое... А, или жестче, они хотят сделать до Рошана сделать вылазку и может быть получится. Да, надо сделать минус, минус один, минус два, чтобы удобнее было. Или подсмокомная паста Рошана. Вот они что делают. Эмберспирит залетел там на ремнанте просто, но тот сорк уже готов у Тарксира. Ну и понятное дело, что Ихомы здесь конкуренцию составить не могут. Есть медалька, есть биф, который вешается от Тазла. А Ихомы пока дружненько так топ отбивают. Ну что ж, с Аегисом. С Аегисом будут Минески, 38-ая минута. Есть преимущество по всем статьям. Да, но не суперкрутое, да, вот на этой минуте иметь 8000 не так классно, но если мы посмотрим на тур героев, мы увидим с вами превосходство. То самое. Потому что там, с одной стороны, просто защитные какие-то айтемы в виде БКБ-шек, а с той стороны уже такие артефакты на то, чтобы убивать. Шиво. Шиво. Шиво хорошо? Да. Ну, такая легкая пародия на ОЕ, но в данной ситуации лучше, чем ничего. То есть, Лена будет прожимать хоть как-то. Угу. Там, перспективе, еще какой-нибудь рефреш собрать, ты сможешь заезжать два Драгон Слейва, два Лайт Страйкера и две Шивы, и тогда, может быть, даже Лена этого лансера разберет. Ну, посмотрим. Пока все так все. Ну да, надо Лене просто жить каким-то образом, просто весь дэмэдж лежит в счет БКБ-шки, каким-то образом потом не подставится. Много задач, много вопросов. Решение увидим, будет ли или не будет. Пока у нас есть гема у Дазла, Дивард, карту, и тут по нижней линии жили в лобовую будут заходить. Может быть. Слайм, кстати, смотри, вот он что-то фармил, фармил, так неплохо нафармил. Уже имеет 2500 и осталось всего лишь 1500 до Аганима. Близок. Очень близок. Очень близок. И очень нужно. И, в свою очередь, Минески-то не обязательно дожидаться этого артефакта. Хочешься напасть вообще для Минески, то есть, они сейчас стоят, ждут, они прекрасно понимают, то, что линия получится сверху, тут сетевая с дабл-демеджем этот тавер заберет в одно мгновение, нужно быть теперь чуточку понаглее, ребят. Все, вы уже, вы уже можете идти, давайте, давайте. Ай, у Скади приобретает тебе Эмбер, денег на Байбак не оставляет. Да, они ждут, они ждут айтемов. То есть, у Скади у Мерспирита, Иглсонг у Фантом Лансера, и с Иглсонгом он будет бить еще больнее. Ну-ка. 25 Агилити для всех иллюзий. Норм. Неплохо. Вот Вип вешается, Айншелл вешается также на Фантом Лансера. Станчик, мимо. Стан еще один с Леона, тоже мимо. Спиритленд просто летает в анденго, иллюзий запирает с помощью Амана Дрейна. Есть стяжечка по-троим, под стенку неплохо. Тут же Гарнин Гривз пытается подкилить, БКБшки прожимаются мгновенно. Испугались их, очень серьезно испугались. Есть надшивер, тоже непонятно куда, просто чтобы иллюзий оставить и гринты от Эмберспирита. Просто располовинило трех героев, фантастика, трипл килл с того писта. Ой, мой бог. Гуд гейм был плейд. Ну что творят эти ребята? Как против этого играть? Как? Не знаю, я бы забанил, что это нафиг. Слишком какая-то жесткая комбинация. Что манить Эмберспирит, потом Лансер, Хускара, Даззла, всех? Дарксира. Дарксира? Еще Дарксира. Это невероятно. Ну вот, казалось бы, Хом готовы подраться, драки не было. Не было драки. Эмберспирит дал один пист, игра закончилась. У меня нет слов, одни эмоции. Эмберспирит 12-3-10, Фантом Лассер 11-2-10, чудо-герои, чудо-тускар, который сделал весь early-mid-гейм.